Сдрагивая от каждого шороха, Тося и Витя лежали, затаив дыхание. Они боялись пошевелиться. Кусты стали спасительной стеной. Слезы сами текли по лицу. Дети гадали, что станет с их друзьями. Немцы погрузили их в машину и увезли. Это им удалось ввезнуть. Повезло. А другие? Схлипывая девочка отметала страшные мысли. Но где-то в глубине души понимала. С малышами беда. Перед глазами стояли лица. Павлинки. Так звали они своего воспитателя. И ее маленьких ангелов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Этот ужас она принесла в душе до последних своих дней. Жительница Леплевки копала картошку, когда увидела машину на опушке леса. Детский плач и автоматные очереди, разрезавшие воздух солнечного дня, снова и снова звучали в голове, прокручивая безумную картину. Не понимая от страха, сколько она так пролежала, укрыв голову руками, сходить на то место в лесу, все же отважилась. Земля, казалось, шевелилась. Детские тельца были едва присыпаны. Эта трагическая история начинается здесь. Вот это здание, детский дом, и буквально в соседнем у детей была прачечная. А это глубокий подвал, где рядом с продуктами прятались от обстрелов и бомбежек дети. Этим подвалом после войны интересовались многие, и не все из них говорили паровки. О таинственном гости рассказывает хозяйка. Она живет здесь. После войны чего только не было в этом здании, но в итоге детдом отдали под жилье. По обрывкам фраз незнакомца женщина поняла, возможно, его отец попал в число детей, которых на этой земле называют спасенными. Их усыновили, разобрали местные жители во второй год войны. С ним был представитель какой-то брестской организации, что это какой-то знаменитый художник из Чикаго, он был сыном и с невесткой. И что в этом детском доме был его отец. Иностранец не был многословен и долго стоял, задумчиво всматриваясь в пустоту сырого подвала. Глазами будто искал что-то. Он интересовался именно этим детским домом, подвалом и кладбищем, где захоронены евреи. Когда приезжали еще две женщины с России, они его тоже почему-то интересовались этим подвалом. Они приезжали кто-то каждый год. Брестская область, Дамачево. Рукой подать до Польши. В паре километров Украина. Пограничники и правоохранители первыми вступили в бой с фашистами. Когда началась война, этот детдом стал приютом для многих. Интернат открылся задолго до 41-го. Еще при Польше, в 20-е годы. И был в своем роде уникальным. Здесь находили обогрев и еду обездоленные маленькие поляки, украинцы, белорусы, россияне. Так называемые «дети восточников». Тоже характерная довоенная черта. В первые же дни войны есть сведения, что погибло три ребенка, воспитанника детского дома. Пострадало одно из трех зданий. Сюда же направлялись дети, чьи родители либо погибли в первые дни войны, либо были арестованы. Порядка 25 детей были самими родителями, отведены в детский дом. В связи с тем, что, например, знали, что их арестуют, у них не будет возможности дальше воспитывать детей, либо у них не было просто средств для того, чтобы прокормить детей. Мужчина, вытирающий слезы у памятника, Семен Котков. Он вырос в этом детдоме. У Семена Ивановича давно нет живых, а его свидетельства живы. Я хорошо помню тот день, когда немецкие самолеты бомбили наш детский дом. Наш корпус сгорел. И спали уже не как же, как раньше было, у каждой кровати была. А спали уже по три по четыре человека на кровати. Да, не хватало не только кроватей. В 41-м здесь ютились более ста человек. Из архивных документов – свидетельства Анастасии Усова из Домачева. В первый день войны немец, зашедший во двор детского дома, увидел массу детей и сказал, «Зря мы сюда пару лишних снарядов не прислали, а так придется кормить дармоедов». Но первый месяц войны прорядил интернатские комнаты. 15 детей. Под удар первыми попали малыши с еврейскими корнями. Их забрали в гетто. И через год в 42-м расстреляли. Такого зверства и представить себе не могла будущая воспитательница малышей Полина Грохольская. Девушка из украинского села на Житомирщине 20 лет. Она собрала вокруг себя осиротевших детей, стала им второй мамой и привела в Домачева. Как она очутилась на белорусской земле? Что привело ее в Брест? Об этом чуть позже. Из воспоминаний за участи дома Елизаветы Грачевой. Детский дом первый месяц прожил за счет запасов продуктов, которые были получены на следующий месяц, но не рассчитаны на большое количество детей. А в дальнейшем стали просить продукты от шефа района Гвоздинского, которые состояли из плохого картофеля, немолотой ржин и других круп. Но мало хлеба получали, по 100 грамм на ребенка. Соль им давалась с перебоями до недели. Молока чистого не получали, а получали перегоны из сепараторов и маслянку после приготовления масла. Сахара не было совсем. Мясо плохое и зачастую кости. Дети кушали три раза в день. Утром кофе, в обед суп, а вечером опять кофе. Дети часто болели. Некоторых не могли спасти. Не хватало ни еды, ни лекарств. Но и сильнейших ожидал ад. Девочка Тося, которая сбежала от немцев, добралась до польского села Словатычи. Это буквально в паре километров от Домачева. До 1939 года жители часто ходили из села в село в гости. Ее приютили добрые люди. Лишь спустя десятилетия бывшая детдомовская воспитанница рассказала историкам, какой ужас переживали дети. Это были часы, дни, недели пыток. Каждый день, как рулетка, кого именно увезут и вернется ли обратно. Практически как коровы, из которых молоко, от них брали кровь для того, чтобы они не падали, кормили стеклой. Она говорит, что появлялись круги, желтые круги на глазах. То есть это живое воспоминание. И говорят, что был специальный сарайчик, где их выкидывали туда. И вот если ты мог подняться после этой процедуры и пойти назад в детский дом, ты возвращался. Когда вспоминала об этом, всегда плакала, говорит внук Таисии Шахметовой Андрей Михаленко. Эти фото сделаны перед войной. Здесь еще все счастливы. Жива мама, которую расстреляют в 42-м. Вот пометка на фотографии, сделанная рукой Тоси. Погибнет от дизентерии младший ее братик в полтора года. А Мишу старшего угонят в Германию. Тоси всегда была девочкой в теле. Оттого кровь у нее брали часто. Брали кровь до потери сознания. То есть не было никаких нормативов. Кто покрепче, у того брали больше. Вот она, домачевская больница. Она находится на том же месте, где и в 41-м. По воспоминаниям тех, кто остался живых, детей после забора крови бросали на пол на стружку или солому. Ну, а для тех, кому не удавалось остаться в живых, где-то здесь копали могилы. Место до сих пор не изучено. Никто толком не знает, где искать. И сколько таких неупокойных детских душ может хранить эта земля. Оккупанты не церемонились. Белорусы были живым щитом, рабсилой и биоматериалом для опытов и нужд немецкой армии. Свидетельства о зверствах фашистов буквально на каждой пяде нашей земли. Миллионы белорусов стали жертвами геноцида. Факты по крупицам собраны в многотомное уголовное дело. О действиях палачей должен знать мир. Для устранения белых пятен истории генеральным прокурором в марте 2021 года возбуждено уголовное дело по факту геноцида жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Мы очень часто слышим слово «геноцид». Но, к сожалению, не все граждане не придают ту значимость и трагичность этому слову. Понятие геноцида, определение – это безжалостное массовое уничтожение ни в чем не поверенных мирных жителей. Таких кровавых пятен много и на карте Бресского района. Западная пропаганда своему новому поколению представляет немецких оккупантов как спасителей мира от коммунистов. Благодетели, пришедших на нашу землю освобождать народ от советского ига. За их кривыми зеркалами реки крови, насилие, грабежи, циничный геноцид белорусского народа, тотальное истребление евреев. Каждая немецкая дивизия, проходя по советской территории, она имела массу фотографий, там была рота пропаганды. Меня в свое время поразила такая цифра, когда я узнал, что немецкая армия к 22 июня 1941 года насчитывала примерно 6 миллионов фотолюбителей, 6 миллионов фотоаппаратов. То есть можно себе представить, какое количество фотодокументов хранится до сегодняшнего дня в немецких архивах. Так действовали фашисты, которые сюда пришли завоевывать территорию, осваивать и освобождать жизненное пространство, как говорили нацистские идеологи. Сегодня что? В открытую говорят? Да кто говорит? На уровне глав государств говорят. Вот накинулись на нас, на Беларусь, на Россию, за то, что Беларусь поддерживает Россию и союзные государства у нас. Вы понимаете, что это такое? Показывают Мариуполь, там другие города. Не вкладывается, что это есть. И делают те же нацики или те, кто родился после них. А у Прибалтики, посмотрите, батальоны СС, наследники в форме СС, в форме маршируют. Как? Белорусских детей пытали, ставили на них опыты, морили голодом в концлагерях, сжигали заживо вместе со стариками в деревнях. Хатынь, Дальва, более четырех сотен сожженных деревень вместе с жителями. Геноцид – это не только когда убивали. Я на сегодняшний день не вижу разницы, например, в понятиях людофобия, скажем, белорусофобия, русофобия. Я такой разницы не вижу. Главное, когда кто-то, кого-то, значит, начинает считать существом более, так сказать, низкого порядка. Дети. Их слезы. Расстрелянное детство. Трагедия в Домачево – отдельная история военного преступления. Политику геноцида продвигали прихлебатели и прислужники нацистов, нередко из местных жителей. Было допрошено более 40 жителей Брестского района, которые являют еще в настоящее время живыми, свидетелями тех злодеяний. Это войдет в историю и будет громко заявлено о том, что массово, безжалостно уничтожался народ. Возрождение фашизма недопустимо. 23 сентября. Деткам объявили, чтобы они надели свои самые лучшие вещи. Давайте я помогу вам собраться. Соберем все самое лучшее. Что тебе помочь? Папа, помоги мне сложить рубашку. Конечно, зайка. Малыши, а это в основном 4, 5, 6, 7 лет, взяли с собой любимые игрушки. Грузовик прибыл прямо во двор детского дома. Работники детского дома были предупреждены накануне, что их просто перевезут в город Брест. Оказалось, что их ждала другая совершенно судьба. Наслаждаясь красотой мирного белорусского лета, вместе с внуком, той самой Таисией Шахметовой, говорим о страшном. О предательстве. И о фактах, которые указывают на диверсионную работу немцев задолго до войны. Бабушка Андрея Михаленко много рассказывала внуку о тех минутах, когда в грузовик собирали детей. Того, кто пересчитывал малышей по головам, она узнала. И он ее. Да, это был директор школы, в которой она училась до прихода захватчиков. Буквально на следующий день она уже увидела его в форме немецкого офицера, прекрасно говорящего по-немецки. И она рассказывала, что когда детей садили в машину, он присутствовал и сказал, давай, давай, Шахметова, залезай. Он ее тоже узнал, да, потому что ее отец, мой прадедушка, был политруком дивизии. И прабабушка, бабушкина мама тоже состояла в коммунистической партии на то время. Бабушкину маму забрали в гестапо, и она исчезла, никаких следов ее нет. Мы не знаем, что с ней стало. Дося, как вспоминала потом не раз, спаслась от палачей, спрыгнув с машины вместе с Витей Абрамовым. Они полежали в кустах, потом поняли, что детдом закрыл. Пошли к матери Вите в деревню. Мальчика отдали в интернат лишь потому, что ребенка нечем было кормить. Вечером, когда все улеглось, Тося решила узнать, что же происходит в детдоме. У комендатуры стоял тот самый грузовик. В нем одежда ее друзей. Девочка сразу поняла, дороги назад в интернат не было. Когда стала уже находиться на белорусской территории небезопасно, она перешла через БУК на польскую территорию, нанялась в семью нянчей детей. Она очень тяжело переживала всю жизнь. Но это не мешало ей быть жизнерадостным человеком, очень добрым человеком. Она всю жизнь работала. Она ветеран труда. Работала она в Кобринской районной поликлинике, в травматологическом отделении медицинской сестрой. Всю жизнь помогала людям. Про то, как копала картошку, слышала выстрелы, а после пыталась откопать детей, жительница Леплевки рассказала не только односельчанам, но позже исследователям. Братская могила детей. Что может быть страшнее? Вот что из ее воспоминаний хранят архивы. И вот когда пришли, они говорили, что земля еще ходила ходуном. Прямо присыпано, где было место, где был расстрел. Прямо сгустки крови сочились оттуда. Полине Грохольской было 20. Она так и осталась здесь с малышами. Ее высаживали. Ну, это я уже со слов тех тогда еще, кто жив был. Но она не согласилась. Как вы в Брест повезете? Она-то поняла уже, в чем тут дело. Так кто эта девушка, которая не бросила детей, зная, что везут их на верную смерть? Когда на белорусской земле начали взрываться немецкие снаряды, павлинка, как называли ее родные, была уже два года замужем. С супругом их познакомила профессия. Воспитанница житомирского педучилища влюбилась в директора школы. Через год его призвали в армию, отправили на учебу в Ленинградское военно-политическое училище. А дальше бомбы, вой сирен и неизвестность. Дорога судьбы привела парня в пограничный Брест. Многое поднималось сразу вопрос, а кого же она привела с собой. Есть сведения о том, что она пришла сюда не одна, а пришла с детьми. И говорят, что это были дети офицеров Брестской крепости. То есть это дети офицеров. И если мы будем смотреть, то среди расстрелянных детей очень много по фамилиям. То есть специалисты говорят, что это одни из тех, кто защищал Крест во время нападения. Долгое время после войны о Полине знали только то, что она жена офицера. Аркадий Бляхер, фронтовик, артиллерист, разведчик и журналист, который всю послевоенную жизнь занимался поисковой работой, опубликовал статью о трагедии детского дома во всесоюзной газете «Красная звезда». Публикация случайно попала в руки родителей Полины. Так открылась правда. Кто такой Степан Казаченко? Когда было освобождение Бреста, приехал сюда, долго искал по Бресту свою жену, так и ничего и не узнал. И через несколько месяцев на территории Польши в звании майора и погиб. Так и сложилась жизнь этой молодой семьи, в чем, конечно, виноваты фашисты. Историю по крупицам собирают в Домачевской школе. Школе, которой 150 лет и в стенах которой выросло много поколений. Дети воспринимают по-разному. Малыши не могут понять, как это в принципе возможно. Почему и за что в детей стреляли. Дети постарше, пропуская через душу, осознают, насколько чудовищными были те события. Был такой пример, очень яркий, когда у нас открывалась выставка. И девочка просто выучила стихи, рассказывала. А после того, как были представлены эти экспозиции, и вот ее настолько это тронуло, что даже впечатление такое, что вот она вот-вот-вот сейчас заплачет, и начало сбиваться от того, что она услышала. Вы знаете, после войны, а в войне очень мало разговаривали, даже все равно мало, я сравнивая с сегодняшним днем, ну, с тем, как я вспоминаю, как-то фронтовики стеснялись, или, может быть, не хотели нас лишний раз огорчать. Так что-то вспоминалось, вот там было, или детей расстреляли, вот здесь они жили, вот там воспитательница с ними была. Вот какие-то отрывочные сведения. И поскольку об этом говорилось как-то, ну, с тревогой с определенной даже может быть, и оно передавалось. Вот такое настроение передавалось и нам. Долгие годы это место вызывало шок даже у тех, кто не знал ничего о трагедии. Люди говорили о внезапном непонятном чувстве страха и невыносимой душевной боли, когда случайно попадаешь в эту часть леса. В это место боялись заходить. Вот как-то, может быть, было жутковато немножко, свое такое детское впечатление. Внутренняя дрожь какая-то проймет. Там ходила какая-то легенда, что вокруг этого места ходит женщина в белом. Она вроде бы приносила несчастье, но ее люди пугались. И поэтому со временем поставили крест. Страх, который исходил из места казни, он куда-то исчез. В 87-м у поворота на Домачево установили монумент скорби – протест. Это бронзовое изваяние детей с поднятыми в мольбе руками. Это моральный такой объект, объект политический, душевный такой, и с особым чувством, наверное, и строился он. Самое, наверное, волнительное был именно период, когда уже привезли эти фигурки в открытые машины, ну, вы понимаете, через деревню везли, выгрузили там. И когда скульпторы обработали их, покрыли там определенным составом, и мы подняли краном и смонтировали, и вот туда прикрепили, конечно, слезы наворачивались, конечно, на глаза. Здесь каждый год салютовали пионеры, несли цветы к обелиску с детскими фигурками, люди разных национальностей, останавливались проезжающие машины. Но местные знали – настоящее место расстрела спрятано в лесной тиши. И раньше писалось везде на памятник, что 54 ребенка. И только недавно, вот буквально, там занялось, что-то 53, все-таки выяснилось, что были еще спасшиеся дети. И тут надо, ну, мы долгое время не знали этих имен. Кто они-то, дети. И опять же помог Аркадий Бляхер, да, то есть журналист, через общество малолетних узников концлагерей, незадолго до открытия памятника, второго памятника на месте расстрела, он присылает, да, то есть школа вела переписку с ним, и он присылает списки. Списки не всех, более 30 детей, которые были убиты в этот день, 23 сентября, на том месте. То есть, но до сих пор установить полностью всех фамилий нельзя, потому что, понятное дело, что война, что-то повреждено, что-то не установлено, и тут уже просто, вот, то есть мы, что имеем, то и имеем, да, то есть более 20 имен мы так и не узнали. Кто в этой братской могиле? Кому удалось выжить? Как сложилась судьба детей пограничников, принявших первый смертельный бой за родину? Исследователи-энтузиасты до сих пор находят новые данные. Как и председатель ветеринарской организации должен был знать все. Поднял всю историю, как эти пограничники приняли первый бой, как они и воевали, кто и погиб. Оказалось, что он капитан Шевченко. Он был интендант комендатуры, дошел до деревни и Дрогичина, и там и погиб. Оказалось, что у капитана Шевченко был сын. Попал в детский дом. Илью Шевченко, оказывается, выходил доктор Новицкий, которого впоследствии немцы расстреляли. А мальчик остался жив и дожил фактически до наших дней. Старше меня было намного, конечно. Но я еще помню его. Может быть, я был во втором-третьем классе, а он в старших классах. Его усыновили жители деревни Кобелка. Вот здесь он и жил, и закончил нашу школу. Помню, мне казалось, что он какой-то угрюмый. Вторая, это самая семья на Липенках, это семья младшего лейтенанта Зуйкова. Вот. Он был заместитель начальника заставы. И тоже, когда застава приняла первый бой, воевали пять часов. Двое его деток попали в детский дом. Этих девочек нашли здесь, в этом лесу. Вот они, на черной мраморной плите. Зуйкова Галя, Зуйкова Лида. Два и четыре года эти малышки разделили участь с другими расстрелянными детками. Александр Волкович, военный журналист и писатель, сын фронтовика, показывает свою новую книгу «Письма войны». В ней собраны тысячи треугольничков, над которыми плакали матери этой земли. Плакали от гордости за сыновей, которые били фашистов и побеждали. И плакали от горя, если теряли родных. По сути, это хрестоматия патриотизма и народной боли, где место нашлось и до Мачевской трагедии. Ему удалось вычеркнуть из списка возможных погибших детей Люцину Хлюдинскую. Самой главной находкой, я считаю, рассказ о судьбе вот этой Люцины Хлюдинской. Характерна и примечательна тем, что эту девочку спасали, как и наши белорусские жители, по эту сторону и Бога. Затем ее тайно передавали полякам, которые жили на той стороне Бога. И вот как-то сообща, не деля людей национальности, они ее как-то вели по жизни, не давая ей пропасть. В 60-х Люцина случайно узнала себя на фотографии в экспозиции в Брестской крепости. Рассказала об этом директору музея. Так для журналиста Волковича и началось его личное расследование. Потихоньку восстанавливаются и другие имена трудами исследователей, историков, таких как Кирилл Гавриленко. Он показывает необычную стену. Ее вид не менялся с 40-х. Кто-то из местных сразу после войны сделал вот эту надпись. Краски как новые. Еще одной жертвой детского дома можно считать ее директор. Это Анна Ленькова. В первый же день войны она участвовала в спасении детей во время авианалета. И она же как раз и упоминает те первых трех жертв детского дома, погибших при налете. Ее судьба достаточно сложная. Ее обвиняют в связи с коммунистической партией, с подпольем. В ноябре 1942 года ее отводят на место под названием «Пески» и расстреливают. Когда малышей расстреливали, Семен Катков, тот самый седой мужчина со слезами на митинге, был в госпитале. Полученное им ранение, по сути, спасло ему жизнь. Меня знаете, какой вопрос не учит? Зачем их перед смертью этих детишек разделить? А оказывается, параллельно был создан детский дом для детей фолькс-дочь, так называемых. А в то время детская одежда, детские товары были, ну, довольно редкие. И эти детишек, одежду с этих раздетых детишек, передали этим фолькс-дочьам. А фолькс-дочь – это те, кто симпатизировал и поддерживал немецкие оккупационные войска. Оценки здесь никакой не может быть, кроме того, что это не люди просто взять и расстрелять деток. За что? Говорили, что вот этот Клаус, который участвовал в расстреле, его в 43-м году, по-моему, или в начале 43-го, либо в конце 42-го, его партизаны отловили были. Я не знаю, это неподтвержденно, я, по крайней мере, мне так говорили местные жители, что они его распяли на березах. История все расставляет по местам. Каждому воздастся. Многие из нацистов, причем как немцев, так и местных полицаев, получили по заслугам. В 95-м году сотрудники английского Скоттланд-Ярда, они проводили мероприятия по изобличению одного из самых последних нацистских преступников, которых они в то время были задержали в Англии, Андрея Саванюка. На то время здесь был начальником полиции. Принимал активное участие в расстрелах мирного населения. И, естественно, чем-то был причастен и к данной трагедии, потому что, когда я общался со свидетелями, с которыми мы тоже выезжали, работая с сотрудниками Скоттланд-Ярда по допросу свидетелей, многие вот именно вспоминали и именно и Домачевский дом-интернат. Домачевскую трагедию подробно изучили на Нюрнбергском процессе. Акт о фашистских зверствах составили в ноябре 1944-го. Очевидцы казни. Жители Домачева, Леплевки и Кобелки. Некоторые из них присутствовали лично на процессе. Жительницы две деревни Кобелка, которые наблюдали издалека, как детей везли на расстрел, они выступали на этом Нюрнбергском процессе. Они подробно описали, кто и как детей увозил на расстрел. И нацистские преступления начались задолго до этого. Известны имена нацистских руководителей Брестского округа, по чьим приказам расстреливались дети, как и имена тех, кто нажимал на курок в том самом лесу. За что? За что так не взлюбили немцы, славянские народы? В чем мы виноваты? В том, что мы, русские, белорусы, украинцы, хотят разбить единство и славянских, и народов. Но видите, какая обстановка сегодня? Вся и Европа уже все. Понимаете? Дети должны знать, обязаны знать историю. Для того, чтобы мы живы и существовали, без истории нельзя. Если мы уже о таком забудем, то, наверное, дальше... Наверное, и нация прекратит существовать. Нашими оппонентами, оппонентами за рубежом перекраивается история, обеляет преступников. А, естественно, кому это выгодно? Выгодно прежде всего тем поколениям, чьи предки участвовали именно в данных мероприятиях по расстрелу, по уничтожению нашего народа. А Тося Шахметова, которую приютила семья в польском селе Славаточи, прожила там до июля 44-го. Ее нашел с большим трудом родной отец. Подполковник Степан Шахметов, пронеся любовь через дороги войны, никогда не терял надежды снова увидеть своих детей. В 45-м нашел и старшего сына Мишу, которого фашисты угнали в Германию. После войны Степан Шахметов с дочерью поселились в Кобрине, где прожили много мирных и счастливых дней. Но сохранили память о том, какую детскую братскую могилу устроили фашисты в Дамачево. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова